Это Вести Татарстанова, студиал Масхакимов. Здравствуйте. Угрозы больше нет. Опасную остановку на компрессорном переносит, где теперь объявят посадку. Татарстан замело, кто преградил весне дорогу, когда ждать оттепеля. Накатались в долг, набережные Челны едва не остались без трамваев. Старые профессии на новый лад. Ловкость рук и блеск ботинок. В Казани появились чистильщики обуви. Золотой ключ к сердцу детей-сирот нашли в Театре кукол. Воспитанники приютов отправились в приключения с Буратино. Решено злополучную казанскую остановку. Ну а компрессорным перенесут. Об этом опасном месте Вести рассказывали в одном из выпусков. Реакция на репортаж последовала незамедлительно. Представители городского комитета по транспорту провели совещание, на котором и решили проблему. Так, где теперь будет останавливаться общественный транспорт? Об этом в Селяхузину. Пассажирам на компрессорном приходится ждать автобусы прямо на проезжей части. Мало того, что это небезопасно, здесь собирается огромная лужа и люди стоят по щиколотку в воде. Болотные сапоги надо одевать, прежде чем сюда оставать. Это же невозможно. Здесь и остановка не должна быть. Надо оборудование, хорошую остановку сделать. После нашего сюжета в комитете по транспорту и районной администрации взялись за проблему. Сегодня чиновники устроили совещание прямо на месте. Как выяснилось, сейчас автобусы высаживают пассажиров здесь незаконно. Поэтому комиссия постановила перенести остановку ближе к рынку, на троллейбусную площадку. У нас есть остановочная площадка, которая находится через проезжей части Межстракта. Конечно бы хотелось, чтобы у нас пассажиры нормально, цивилизованно, согласно правилам дорожного движения, переходили и осуществляли остановку в положенном месте. Понятное дело, здесь останавливаться незаконно. Самый простой вариант – это просто запретить ее. Но для удобства жителей сейчас мы прорабатываем все возможные варианты. На данном месте небезопасно. Устанавливать здесь остановку тоже невозможно. Поэтому мы будем переносить ее через дорогу. Многие пассажиры одобрили это решение. Неудобно ждать автобус прямо на дороге, говорят они. Здесь не должна, по-любому. Я уже давно думаю, когда мозги у кого-то дойдут до этого, чтобы перенести ее отсюда. Во-первых, здесь стоишь у этого забора. Вчера вот вода была. Машины обливают тебя с ног до головы. А вот водители автобусов не рады перспективе делить остановку с троллейбусами. Неудачная будет остановка. Неудачная. Ну, потому что съезд постоянно у нас будет помеха. Помеха с праводвижением. Там троллейбусы стоят. Их очень много. То есть мы будем там постоянно скапливаться. Троллейбусы ходят отмечаться к себе в диспетчерскую. Но в комитете по транспорту говорят, вскоре это перестанет быть проблемой. Проезд здесь собираются расширить. Сейчас этому мешают киоски. Насколько они законно проверяются. А вот прежняя остановка с завтрашнего дня уже точно незаконна. За этим будут следить контролеры. Василия Хузина, Илья Савельев, Вести, Татарстан. За отказ от раскрытия информации управляющие компании Татарстана с 1 апреля будут наказывать. Такое поручение госжилинспекция дал сегодня исполняющий обязанности президента республики Ильдар Халиков. По закону коммунальщики обязаны быть открытыми и озвучивать, как тратят деньги. Тем, кто скрывает данные, придется за это ответить. Как и тем, кто не выполняет требования программы капитального ремонта. На совещании сообщили, в некоторых районах до сих пор не представили нужных документов. А где-то не полностью используют выделенные на ремонт суммы. В итоге безответственным может быть сокращено финансирование в рамках программы. В числе аутсайдеров Казань, Сармановский, Оксубаевский, Менделеевский и Новшишминский районы. Экономический рычаг воздействия лучше всего. Лучше всякого эмоционального. Кричать не надо, стучать по столу не надо. А самое главное, вам тратить куйму времени на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы взяли деньги и их освоили, надлежащим образом не нужно будет делать. И сегодня Эльдар Халиков обсудил работу по подготовке Татарстана к весенне-летнему пожароопасному периоду на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору Геннадием Кирилловым. Важная составляющая в профилактике привлечения к работе добровольцев там, где они есть, наименьший ущерб от пожаров. Позже Эльдар Халиков и государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиф обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма и культуры с президентом туристического греческого концерна Амботис. В частности, было предложено организовать обмен делегациями для изучения различных сфер. Интерес представляет и авиасообщение с Грецией. Сегодня Татарстан вновь замело. В ряде районов осадки были настолько обильными, что завалило дороги. Здесь съемочная группа вести едва не оказалась в снежном плену в Вальдермыше. В гидрометцентре республики сообщили, аномальные для этого времени погоды еще задержатся. Репортаж Ксения Жаркова. Утро, трасса. Видимость меньше сотни метров. Несколько часов не прекращаясь, идет сильный снег с дождем. Дворники еле успевают очищать стекло. Ночью подморозило, поэтому на дороге гололед. Машины то и дело застревают. Сильная метель была и в Казани. С утра в социальных сетях начали появляться фото так называемых весенних кадров. Тем временем все больше людей обращаются к психологам. Жалуются на плохое самочувствие и раздражительность. Правда, как выяснилось, плохая погода в настроении людей роли не играет. Это идет из древности. Потому что в древности человек очень зависел от погодных условий. Будет ли солнце, будет ли дождь. От этого, следовательно, будет ли урожай, будет ли жизнь. И из поколения в поколение этот генетический код, он как бы передавался. И сейчас человеку кажется, что если погода плохая, то он внутренне чувствует угрозу, чувствует негодование, неприятные ощущения. Как средство тхандры специалисты рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе. Есть фрукты, принимать витамины. Тем более, что прогнозы метеорологов отнюдь не весенние. Выходные будет хоть и плюс на градуснике, но солнце так и не проглянет. Температура в ночные часы прогнозируется в градации от минус 3 до плюс 2 градусов. А днем ожидается слабоположительная температура от 0 до 5 градусов тепла. В ближайшие несколько дней метеорологи не исключают вероятность метели. В случае ухудшения погодных условий спасатели просят автовладельцев издержаться от дальних поездок. А любителям подводной ловли рекомендуют не выходить на лед в одиночку. И обязательно пользоваться навигаторами. Ксения Жаркова, Айдар Кунафин, Адель Миндубаев. Вести. Татарстан. Новый поворот в деле экс-главы Верхнеуслонского района. Сегодня Александр Тимофеев отказался от ранее заявленной рассрочки о выплате 300 миллионов рублей. Он составил свой график погашения. Напомню, огромный штраф Тимофеев получил за взятку. Все подробности у Инны Даниловой. В Верховный суд Республики экс-глава Верхнеуслонского района Александр Тимофеев пришел с собственным вариантом графика погашения 300 миллионного долга. По закону, при рассрочке на три года он обязан был бы выплачивать по 8 миллионов рублей в месяц, а при рассрочке на пять лет по 5 миллионов. Осужденный заявил, что такой возможности у него сейчас нет. И предложил первые года два погашать долг лишь по несколько тысяч рублей, а в дальнейшем десятками миллионов. Тимофеев занялся бизнесом и в будущем ожидает неплохую прибыль. Но представитель прокуратуры в ответ парировал. Здесь торг неуместен. Воплатить из расчета 5 тысяч рублей в месяц, обещая в дальнейшем платить по 100 миллионов в месяц. Это бабушка на двое сказала. Целью, конечно, я думаю, было в той или иной мере смягчить последствия приговора. Кроме того, по закону при рассрочке долг должен погашаться равными долями, подчеркнул Виктор Гусев. Осужденный не может сам выбирать себе форму наказания. Такой был основной довод представителя прокуратуры, когда он высказался резко против графиков, предложенных Александром Тимофеевым. И заявил, что либо он должен действовать в рамках предложенных законом, либо полностью отказаться от своего ходатайства о предоставлении рассрочки. В итоге бывший глава Верхнеуслонского района от рассрочки отказался. Теперь он должен выплатить все 300 миллионов рублей разом. Иначе штраф может быть заменен на другой вид наказания, например, лишение свободы. Впрочем, Тимофеев имеет право обжаловать это решение Верховного Суда Республики в Верховном Суде России. Инна Данилова, Айрат Мухамедзянов, Вести, Татарстан. Набережные Челны сегодня едва не остались без трамваев, а все из-за долгов энергетикам. Не выплатили почти 4 миллиона рублей. Татанаргосбыт собирался прекратить подачу тока, однако этого не произошло. По словам руководителя городского предприятия «Электротранспорт», на помощь пришло Министерство транспорта республики. Ведомство выделило полтора миллиона рублей. Городским властям удалось договориться о постепенном погашении долга. Сегодня Фарид Мухамедшин побывал в Пензе в местном доме правительства. Он встретился с губернатором области Василием Бочкаревым. Во время неформальной дружественной беседы Фарид Мухамедшин поделился впечатлениями от посещения ряда социальных и культурных объектов. Отметил хорошую работу властей в развитии библиотечного дела. Поговорили и о межрегиональном сотрудничестве. Подробности визита председателя Государственного совета Татарстана расскажет Лилия Галимова. Законодатели Приволжского федерального округа можно назвать своего рода юбилейным. 30-е заседание ассоциации решили посвятить в том числе и вопросам культуры. Так что до совещания парламентарии отправились на экскурсию. Вот это здание, кто бы мог подумать, не офис какой-либо крупной компании, а библиотека. Учреждение носит имя Лермонтова. В фонде 2 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Огромное помещение, здесь 12 этажей. Это и читальные, и выставочные залы, и компьютерные комнаты. Театр, как известно, начинается с вешалки, а пенсинский с вот этого стенда. Здесь фотографии сгоревшего помещения и уже нового здания. Его сдали в 2010 году. Появился большой и малый зал. Со сцены театральной вопросы культуры перенесли на политическую площадку. Тема эта для Татарстана сейчас стоит особо остро. Крайне сложно сохранить исторические объекты, и эти масштабные работы с памятниками культурного наследия требуют еще и законодательного вмешательства. Речь идет о возможности использования федеральных средств для переселения людей из аварийного жилья, из аварийных объектов, признанных культурным наследием. Но есть федеральный закон, который об объектах культурного наследия запрещает дотрагиваться, даже реконструировать, ремонт делать там, если оно признано таковым. Впрочем, работать совместно законодатели будут не только по этому вопросу. Сегодня Фарид Мухаммедшин подписал с коллегой соглашение о сотрудничестве между парламентом Татарстана и Нижегородской области. Лилия Галимова, Эдуард Мухаммедьянов, Вести Татарстан, Пенза. На грязных ботинках можно заработать. В Казани появились чистильщики обуви, причем речь идет не об автоматах, а о ручной работе. Профессия, которая некогда была популярна, а потом забыта, сегодня вновь привлекает клиентов. Наш корреспондент Дарья Турцева пообщалась с мастерами и узнала, что навести лоск не так-то просто. Все новое – это хорошо забытое старое. Ощутить себя состоятельным господином из прошлого века может любой казанец. С одним приятным отличием – вместо мальчишек в лохмотьях теперь щеткой для обуви ловко орудуют элегантно одетые мужчины. В советские времена у нас бизнес по чистке обуви, по ремонту обуви принадлежал ассирийской диаспоре. И нам стало просто интересно связать прошлое и настоящее. И мы пригласили в нашу компанию непосредственно ассирийцев для работы с обувью. Потому что это люди, которые любят это дело, которые с душой относятся к этому. Сурен – ассирийцы, чистильщик обуви в четвертом поколении. Правда, теперь это не ремесло, а наука. Профмастерство Сурен совершенствовал в Италии. В арсенале мастера только щетки из натуральной щетины. Крем, конечно, в отличие от своих коллег из прошлого века сам не варит, пользуется косметикой промышленного производства, но технология чистки осталась прежней. Сначала нужно очистить от предыдущего крема обувь. Это специальным средством делается – бальзам. Потом наносится, нужно подобрать крем по цвету обуви, нанести специального помазком и отполировать. Только если соблюсти все этапы в ботинках, можно увидеть свое отражение, а пыль не будет приставать несколько дней. Ни одному автомату такое не под силу. Ценителей ручного труда пока немного – 10-15 человек в день, в зависимости от погоды. Если учесть, что стоимость процедуры всего 100 рублей, быстро не разбогатеешь. Но мастера не унывает, ведь знаменитый Рокфеллер свой путь тоже начинал чистильщиком обуви. Дарья Турцева, Тимур Гатаулин, Вести, Тарстан. Историю «Золотого ключика» они теперь знают не только по страницам сказок. 250 детей-сирот окунулись сегодня в волшебный мир в театре кукол. Для ребят со всей республики показали приключения Буратино. Впечатлениями они поделились с нашим корреспондентом Кариной Насврединовой. Спектакль «Приключения Буратино» – визитная карточка театра. Впервые его показали в 1957-м. Сейчас тем зрителям уже больше 50-ти. Публика взрослеет, меняется, но ценности представления доносят все те же. Любовь, доброта и отзывчивость. На этот раз подарок сделали ребятам из реабилитационных центров и детских домов. Большинство маленьких посетителей во дворце Акият впервые в таком зале сказка становится былью. Куклы в руках мастеров словно оживают. Очень смешные игрушки. Издалека кажется, что они очень пушистые. Мне особенно понравился собачка Мальвина. Я первый раз сегодня здесь. И мне понравился очень этот спектакль. Мне понравился, как там Буратино. Он дядя Карл на волке лил. И что там волшебники были. Историю деревянного человечка сегодня узнали 250 маленьких зрителей из разных уголков Татарстана. Взглянуть на сказку своими глазами им помог Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности. Организаторы надеются, бесплатные представления скоро станут традицией. Карина Срудинова, Адель Миндубаев, Вести Татарстан. Телефоны Вести Татарстана 554-30-31. Мы есть также в социальных сетях. Наш аккаунт в Твиттере Вести Татарстан. Мы следим за развитием событий как в Республике, так и в Казани. Продолжение следует...